Валерий Седов Рязанская область получит дополнительно из федерального бюджета 211 миллионов рублей. Деньги пойдут на дозрочное исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Молков. Кроме того, речь шла о капремонтах школ, покосе травы и новых подходах к проведению фестиваля «Небо России». Программа переселения из ветхого и аварийного жилья – одна из ключевых для региона. Дополнительные деньги на нее для Рязанской области – прямое следствие недавнего визита Сергея Степашина. 211 миллионов – деньги, которые закроют текущие вопросы. Далее будут работать системно. По решению президента запускается новая программа по переселению из аварийного жилья, из ветхого жилья, которая признана таковым уже после 1 января 2017 года. То есть идем дальше. Ну и при поддержке федерального центра будем это делать быстрее, чем планировалось раньше. Вот тоже прошу всех очень ответственно отнестись к этой работе и профильное министерство, и глав администрации. Мы с вами собирались, обсуждали и будем теперь регулярно по этой теме встречаться и дальше обсуждать. Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Небо России» произвел на Павла Малкова, по его словам, неизгладимое впечатление. В этом году на праздник пришло около 19 тысяч человек. В следующем, как заявил губернатор, будет еще масштаб. Вообще на том месте, в Спасском районе, тоже мы с главой обсуждали, будем создавать специальную площадку для таких крупных массовых мероприятий. Там многого пока не хватает, мы все это увидели во время проведения мероприятия. Но вообще мы должны сделать главное событие в стране в сфере воздухоплавания. Я думаю, что к 2025 году это уже абсолютно достижимая цель. Но для этого, что нужно привлекать больше команд, решать вопрос со связью, с жильем, с заправкой шаров, с инфраструктурой там на месте. В этом году в Рязанской области капремонт проводят в 20 школах. Деньги пришли по нацпроекту образования. Губернатор в очередной раз заострил внимание на четком и правильном расходовании средств. Пришкольная территория, мебель и оборудование – три новых приоритета, финансового дефицита на которые быть не должно. К 1 сентября все 20 школ должны быть отремонтированы. В социальных сетях много жалоб на нескошенную траву и в скверах, и на внутридомовых территориях. Есть претензии и к Центральному парку культуры и отдыха. По Центральному парку культуры и отдыха на сегодняшний день мы занимаемся валкой и топинговой обрезкой старовозрастных аварийных деревьев. Четыре дерева мы уже спилили, у нас проведена обрезка, на сегодняшний день еще 24 дерева в работе. После этого мы убираем древесные отходы и приступаем к покраске скамеек и к покосу. Планируем эту работу завершить 25 число. А вот ремонт Первомайского проспекта по-прежнему идет с опережением графика. Движение здесь открыли раньше на двое суток. На постоянной основе. Осталось перенастроить светофоры и вернуть остановочные комплексы. Сразу 15 федеральных проектов реализует в Рязанской области партия «Единая Россия». Все они направлены на развитие различных сфер жизни общества. О том, как работают проекты в регионе, расскажем далее. Культура малой родины – проект, который призван разнообразить досуг жителей регионов. Он также направлен на расширение возможностей для дополнительного образования детей. С 2017 года программа «Культура малой родины» подарила новую жизнь 49 сельским домам культуры нашего региона. В этом году будет отремонтировано еще 7 ДК в Рязанской области. Конечно, все наши проекты, все наши открытия, все наши клубные учреждения, музеи, детские школы искусств после ремонта, им уделяется достаточно много внимания. Проводится много областных, региональных, межрегиональных мероприятий на базе этих учреждений культуры. И, как показывает мониторинг, увеличивается количество клубных игрований, количество посетителей, количество массовых мероприятий. Еще один важный проект – укрепление института семьи, поддержка молодых родителей и их детей. Фестивали, конкурсы, тематические мероприятия и встречи. «Крепкая семья» – это проект, чье главное призвание – системное повышение уровня рождаемости в стране. Работаем с молодой семьей через разные формы. То есть это и школа молодоженов, школа родительского мастерства, школа будущих родителей. В последнее время на площадке центра «Семья» организуется прокат и вещевая помощь. Очень востребованная услуга для молодых семей, когда пара приходит и берет в временное пользование те же самые дорогостоящие кресла, кроватки, коляски. В год преподавателей и наставника актуализирован проект «Новая школа». По словам координаторов национальной инициативы, создание комфортной и безопасной среды для школьников и учителей – главный залог качественного образования. 20 школ находятся в состоянии капитального ремонта. И поскольку мы тесно сотрудничаем, взаимодействуем с Министерством образования, то на сегодняшний день все школы, все 20 школ к новому учебному году будут готовы. Цель проекта «Старшее поколение» – увеличить продолжительность периода активного долголетия. Для пенсионеров организуют клубы по интересам, встречи и образовательные программы. Причем как в областном центре, так и в отдаленных уголках региона. Спортивный проект «Старшее поколение» помогает пенсионерам в решении таких актуальных вопросов, как доступность и качество социальных и медицинских услуг, создание условий для пассивной трудовой занятости, расширение досуга к образовательным программам, активное увлечение граждан старшего поколения в жизнь общества и многие другие моменты. Физическая культура и пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды. Каждый из этих проектов призван улучшить качество жизни населения и повысить продолжительность жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На улице Быстрецкой в Рязани открылся пункт раздельного сбора отходов. Пункт оборудован напротив дома номер 24 по улице Быстрецкой. Инициатором организации площадки стала администрация города, а идею поддержал региональный оператор «Экопронск». Идея установки пункта раздельного сбора мусора на Быстрецкой инициатива городской администрации. А вот место для размещения площадки выбирали в префектуре советского района. Контейнеры решили поставить не во дворе, а между кварталами, там, где проходит больше пешеходов, и организован удобный подъезд для автомобилей. Любой может сюда подъехать, прийти и выбросить мусор, стекло, бумагу, картон, пластик, тяжелый класс отходов от батарейки. То есть все здесь как бы есть. Систему цивилизованного обращения с отходами в Рязанской области внедряют поэтапно. Хотя еще пять лет назад 99% ценных вторичных ресурсов утилизировали на свалках. В качестве временного решения на многих контейнерных площадках Рязани ранее были установлены сетчатые желтые баки для бумаги и пластика. В этом году изменились законы, и теперь 80% отходов проходят сортировку. То есть внедряют системный подход. Кстати, региональный оператор для вывоза вторсырья приобрел специальную машину, кузов которой разделен на секции. Все-таки в этих контейнерах содержится так называемый микс отходов. Даже тот же пластик, его потом нужно, необходимо разделять на отдельные фракции, что и делается потом до сортировка на объекте обработки отходов. Цель указанных мероприятий в переходный период – это приучить население безусловному раздельному сбору вторичных материальных ресурсов отдельно от общей массы отходов. И только после этого целесообразно создавать уже сеть подобных пунктов, в которых эти вторичные ресурсы принимались бы за соответствующую плату. Такие площадки по раздельному сбору появятся и в других районах Рязани. Всего в областном центре установят и передадут городу порядка 10 таких пунктов. Делегация президентской платформы «Россия – страна возможностей» побывала в Рязанской области. Встреча прошла на площадке штаба общественной поддержки «Единой России». Подробнее в нашем следующем сюжете. В регионе может появиться единый региональный центр компетенций. Его задача – сформировать в области молодежный кадровый резерв. Плюс снизить отток кадров, чтобы специалисты были заинтересованы в трудоустройстве в родном городе. То есть центр компетенций будет аккумулировать данные обо всех студентах региональных вузов. Любому региону нужны человеческие ресурсы, нужен человеческий капитал. Причем он нужен и в виде людей, которые на какие-то конкретные позиции приходят работать. Но такие позиции ограничены. А вот возможность делать какие-то хорошие, правильные дела, реализовывать какие-то проекты в субъекте, выполнять те задачи, которые нужны региону, вот этот человеческий ресурс крайне необходим. Презентация проектов «Россия – страна возможностей» прошли и в вузах региона. Рассказывали как об индивидуальных грантах и конкурсах, так и о командных проектах. Главный нюанс – участниками могут стать все желающие. Основная разъяснительная работа на преподавателях. Именно они должны заинтересовать студентов участвовать в конкурсах президентской платформы. Мне кажется, что если сообщество сконцентрируется, сориентируется на помощи субъекту Российской Федерации, конкретно Рязанской области нашей прекрасной, на решение каких-то конкретных задач, которые регион ставит перед собой в ближайшее время и губернатор ставит перед собой, то сообщество получит и со стороны региона поддержку административную, финансовую, ресурсную и прочее. Со стороны нас, как со стороны России, со стороны возможностей, мы тоже максимальную поддержку в этой части будем оказывать. За пять лет работы президентской платформы участниками ее 26 проектов стали 20 миллионов человек из 150 стран мира и всех регионов России, в том числе больше 124 тысяч из Рязанской области. Среди популярных в регионе проектов такие, как всероссийские конкурсы «Большая перемена», «Лидеры России», «Твой ход», «Моя страна, моя Россия», а также Олимпиада студентов «Я профессионал» и программа развития «Другое дело». 15 августа археологи отмечают свой профессиональный праздник. На Рязанской земле к этим искателям древности отношение всегда было особое. Наш город для ученых интересен, и в культурных слоях они год за годом находят что-то новое. Старая Рязань – одно из интереснейших для историков мест, недаром его зовут «Русской троей». Найденное в этом году артефакты описала Старая Рязанская археологическая экспедиция Института археологии Российской академии наук. В их числе серебряный браслет, который относится, вероятно, к концу 12-го – началу 13-го века. Также археологи нашли часть шпуры, немало наконечников стрел, костяной гребень, пряжку ремня, застежку от книги и янтарный крестик. Интересной находкой стал аметист. Скорее всего, он был вставкой в какое-то изделие. Серебряный браслет был интересный, находки интересные есть, помимо серебряного браслета, о котором сейчас вы меня спрашиваете, было найдено много других предметов, которые, может быть, не из драгоценных металлов, не из серебра, а из бронзы, но они очень интересные и уникальные произведения искусства, в том числе и матрица с изображением князя Бориса, одна из таких наиболее интересных находок этого сезона. А серебряный браслет, действительно, целый предмет, ювелирный предмет, это браслет, сделанный из серебряного прута и в такой проволочной оплетке серебряной, как чешуя, такая вот оплеточка, очень красивый, почти без повреждений, найден в заполнении одного из погребов 13 века. И, собственно, сам браслет датируется, скорее всего, началом 13 века, является одним из таких вот типичных, но дорогих украшений русских горожанок эпохи Древней Руси. Археологический сезон уже подходит к концу, и на следующей неделе археологи будут подводить итоги, а мы непременно расскажем о самых интересных находках этого года. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова